Сейчас битки в предприятиях действуют за рахунок в ростовой почте в предприятиях. То есть жители и марганцы, и орженикидзе видели видео последней сессии Марганецкого горсовета, которая, мягко сказать, как бы получилась какая-то конфликтная. Вы можете пояснить, что произошло и что должно было произойти на сессии? Да, много ходит слухов не только в Никополе, но и в городе Марганец по поводу проведения последней сессии 28-го числа. Каждый вопрос, который выносится на сессию, перед вынесением на сессии, должен пройти профильная комиссия. Все обсуждения происходят по этим вопросам на профильной То есть, а что такое профильная комиссия? Профильная комиссия у нас есть по медицине, есть по спорту, есть коммунальная, есть по законности. То есть, это комиссия состоящая из членов исполкома? Нет, из членов, из депутатов, которые берут на себя ответственность рассматривать определенные вопросы, касающиеся бюджета, спорта, медицины, законности или коммунального хозяйства. Вопросы на последней сессии городского сессии, это два вопроса, не прошли профильную комиссию. Эти вопросы были вынесены на две комиссии, две комиссии их отправили, одна комиссия сняла, вторая отправила на доработку. Подтверждение этому есть у нас здесь документы, ксерокопии протоколов комиссии, заверенные секретарем Минской Рады. Эти вопросы не прошли, но голова эти вопросы проталкивала на сессию, несмотря на то, что они сняты были профильными комиссиями. В некоторых средствах массовой информации прозвучали такие вопросы, что якобы депутаты, группа депутатов отстаивалась какие-то схемы и корыстные интересы. Я хочу вас заверить, что ни один вопрос, который касался каких-то интересов и схем, от нас не исходил. Мы только останавливали эти вопросы. А кто это писал, вы говорите, в некоторых средствах массовой информации… Ну, допустим, ее непосредственный руководитель Александр Вилков на своей странице в Фейсбуке распространил слухи, что якобы группа демократических сил отстаивала какие-то схемы коррупционные. Я хочу вас заверить, что ни один вопрос нами не выносился. Мы только стояли на страже, чтобы эти схемы не прошли. Все вопросы выносила Елена Жучкова. Сегодня мы собрались с рабочей группой, чтобы продумать наши дальнейшие шаги для того, чтобы дальше не допустить разворовывания громадского война в место. Прискорбно то, что у нас в маленьком нашем городишке происходит то, что зеркальное отражение то, что делается в целом по стране. Значит, определенной группой вместе с головой миста марганца вырабатывается стратегия, которая подпадает, подвержена рискам нерационально использованных бюджетных средств. Мало того, что вводятся фирмы из других городов. Их можно так назвать фирмы-однодневки. Это по благоустройству города, по вывозке мусора. Сейчас вопрос стоит о ликвидации фонда коммунального майна. Это, конечно, тревожит. Как и нас, у нас сейчас сложилась патовая ситуация в проведении сессии. И мы должны выработать стратегию консолидации депутатского корпуса решения вот этих городских проблем. На заседании земельной комиссии у меня выникло очень много вопросов. Например, вопрос самое главное в том, что вводятся земельные территории под строительство модульных котелек, забирают земли в детских садки и в школы. Это грубым преступлением закону, а эти земли имеют государственные акты. После принятия на сессии программы теплозабеспечения города, жадько Олена Анатольевна заверила в нас всех, что в место зайдут квалифицированные инвесторы для строительства модульных котелек. Но я думаю, что у многих выникнут сумнівы, что фирма с опытом работы аж целый месяц, адже была зареєстроена только 25 квотня, 25 березня 2016 года с уставным капиталом аж 35 тысяч грн. Двадцать восьмого числа состоялась сессия. Да, действительно, мельский голова внес порядок денный в питание, которое не должны были вошли. Голова группы демократические силы Волошин Андрей Петрович попросил, чтобы эти вопросы были исключены из порядка денного. Але навпаки было проголосовано за то, чтобы в полном объеме голосовать за порядок денный. Депутаты от демократических сил уже как бы крайний метод был, пошли к трибуне, чтобы попросить слово. Но были приглашены милиция и группа людей, которые пытались помешать депутатам сказать свое мнение. Согласно статье двадцатой регламента работы, можно процитировать, что без выставки профильной депутатской комиссии вопросы в порядок денный не включаются. Две профильные комиссии совещались и заседали по этим вопросам. И было принято решение не выносить эти вопросы на сессию. Это вновь созданное предприятие, получается, в результате своей хозяйственной деятельности могут потерять все майно, громады, места. То есть наше майно, которое у нас есть на балансе, мы можем потом потерять в целом. 28 апреля состоялась сессия Морганецкого горсовета. Я как депутат горсовета и мои коллеги, депутаты, которые присутствовали на этой сессии, хотели донести горожанам, что происходит у нас в городе. А конкретно о коррупционных действиях жадько госпожи, жадько Елена, мы хотели рассказать в первую очередь и задать вопрос ей на сессии, что происходит, будет происходить конкретно с теплосетью, как будет ли она работать или будет она в новом сезоне обогревать наших жителей. Мы хотели задать вопрос, как она хочет распорядиться коммунальным майном горожан. мы хотели задать вопрос, как она хочет передавать землю коммерческим структурам, которые потом нашим детям и школам будут продавать тепло по коммерческим стоимостям. Много вопросов накопилось у нас госпожа жадько, но нам не дали выступить и донести свое мнение горожанам. Криминальных авторитетов привлекают для работы. Не, авторитеты, да, я сильно... Зачем вы все ломаете через колено? Две пробельные камни. Вы расформовываете город без лесей, хотите обогатиться, не получится. Трибуна была заблокирована нею и милицией и нам не дали рассказать о том или ином. Мы стоим на законе, мы стоим на защите горожан, мы стоим на том, чтобы в городе происходили все законно и прозрачно. Это наша твердая позиция. Я имею определенный опыт работы как в исполнительной власти нашего города, так и в законодательной. То, что сегодня происходит, если честно, меня очень возмущает. Мы все живем в правовом государстве. Никто не имеет права нарушать закон. Ни обычные граждане, ни тем более депутаты и миски и голова. Последняя сессия, которая у нас происходила 28 апреля этого года, она вызвала очень огромный резонанс среди жителей нашего города. Я была на ней. Знаете, ну, на самом деле, первый вопрос к Голововичему. Такого нельзя было допустить. Согласно закону, было прописано, что если депутатские комиссии профильные, которые непосредственно рассматривали вопросы, не приняли решение на вынесение их на сессию, они не должны были вообще попасть в порядок денег. Данную норму закона была проигнорирована Голововичем. Потому и возникла конфликтная ситуация. Людям сейчас тяжело понять, что происходило. Люди поймут тогда, когда зимой в квартирах не будет отопления. Когда отрежут, когда не заработает теплосеть. В теплосети на данный момент 5300 абонентов. Все эти абоненты тепло не получат. Некоторая часть людей получат субсидии. Все остальные, все остальные, всем остальным будет очень тяжело пережить эту зиму. Это один вопрос. Второй. Наши школы и детсады. С территории школ и детских садов устанавливаются мини-котельные. Устанавливаются коммерческие фирмы, которые будут продавать не государство, а коммерческая фирма. 150 человек в теплосети остаются без работы. Это семьи, дети. Трубы будут порезаны. Дети. 50 километров труб будут вырезаны и проданы. На последней сессии Морганецкого городского совета в нарушении всех норм закона городской голова поставила очень ряд спорных вопросов, которые не прошли профильные комиссии. Поэтому нами принято решение, мы будем обращаться в суд. И суд придаст правовую оценку то, что произошло и то, что было, так сказать, принято на данной проведенной сессии. Наша группа демократических сил, депутаты Морганецкого городского совета, приглашает всех неравнодушных граждан, которым не все равно, что будет происходить с имуществом горожан, приходить на сессию и отстаивать свои интересы. Мы будем стоять на страже интересов горожан, а также мы хотим пригласить всех неравнодушных депутатов присоединяться к нашей группе. Продолжение следует... Продолжение следует...